Добрый вечер Добрый вечер Александр Водопьянов От своего лица и лица своих коллег, великолепных музыкантов Скажу, что сегодня мы действительно не можем измерить истинного, огромного счастья, что вы пригласили нас сюда Что сегодня мы выходим на эту абсолютно священную сцену В этот потрясающий зал обратятся наши взоры голоса музыкантов Этот блистательный зал, белый зал Санкт-Петербургского государственного политехнического университета имени Петра Великого Видал многих Здесь выступают и продолжают выступать поистине выдающиеся артисты и молодые артисты и музыканты И здесь проходят литературные вечера Здесь всегда интересно, здесь особая, великолепная атмосфера И мы действительно благодарны вам за то, что сегодня мы из Москвы приехали сюда И здесь будет происходить поистине уникальное событие Сегодня некоммерческая музыкальная организация «Лирика Классик» представляет для вас премьеру божественной литургии святого Иоанна Златоуста Американского композитора Курта Сандера В рамках третьего международного фестиваля «Распространяя новую музыку по миру», который проходит в этом сезоне в России И представляет серию концертов духовной музыки современных американских композиторов И посвящается 150-летию со дня рождения великого русского композитора Сергея Васильевича Рахманинова Наверное, вы знаете, что весь 2023 год пройдет под знаком Рахманинова Он родился в апреле, 1 апреля, 150 лет тому назад Для нас это очень важно Надо сказать, что мы выражаем огромную благодарность посольству Соединенных Штатов Америки в России За поддержку этого проекта и возможность сотрудничества между русскими и американскими артистами высочайшего уровня В нынешние дни в церкви существует тенденция превращения молитвенного пения в концертные программы и концертные жанры Музыка за богослужением все больше приобретает светские черты В течение всего XX века и по сей день композиторы поддерживают и развивают тенденцию создания литургического цикла Но в большей мере концертного плана Где речь идет не о богослужебной музыке, а о новых композиторских открытиях в сфере литургических сочинений Божественная литургия, созданная Сергеем Васильевичем Рахманиновым Как раз-таки и вдохновила американского композитора Курта Сандера на сочинение собственной литургии В великих традициях русской православной духовной музыки Литургия Сандера олицетворяет собой поиск душевного спокойствия и умиротворения во время тяжелых жизненных испытаний И, может быть, сегодня она будет звучать как никогда актуально Литургия Сандера является непрерывным музыкальным действом, которое неумолимо ведет слушателя к кульминационному моменту Святой Евхаристии Именно поэтому эта литургия является собой уникальное в своем роде сочинение По понятным причинам композитор не смог прилететь ни на московскую, российскую и мировую премьеру, ни сегодня в Петербург Но он передал нам свое видеопослание, и сейчас, дамы и господа, прошу внимания на экран Меня зовут Курт Сандер, и я являюсь композитором литургии, которую вы услышите сегодня Я прошу прощения за то, что я говорю по-английски, но мой русский недостаточно силен, чтобы передать мои мысли об этом важном для меня концерте Вам может быть интересно, зачем англоговорящему композитору, выросшему в Америке в 70-х годах, понадобилось сочинить целую божественную литургию Святого Иоанна Златоуста на церковно-славянском языке История длинная, а время позволяет мне дать вам только краткий ответ Я родился в Соединенных Штатах в 1969 году, когда наши две культуры были очень далеки друг от друга И хотя я не знал многих русских людей, когда рос, у меня была возможность узнать русскую музыку Мой отец был любителем музыки, и больше всего он любил музыку русских композиторов, и он постоянно ставил ее на наши семейные магнитоли Прежде чем я позрослел и научился говорить, я уже слышал многие шедевры Прокофьева, Рахманинова, Мусоргского и Шостаковича Музыка этих великих русских композиторов, казалось, говорилась со мной так, как не говорила другая музыка В русской музыке я услышал глубокое чувство торжественности, и оно вдохновило мою любовь к музыке и желание стать композитором Я поступил в консерваторию, где изучал композицию и вокал Как певец, я зарабатывал деньги на учебу пением в местных церковных хорах В 1990 году моя знакомая американка русского происхождения по имени Лариса Каминская Пригласила меня спеть на свадьбе в русской православной церкви И именно этот опыт службы в русской православной церкви действительно изменил мою жизнь Я начал посещать эту русскую церковь и, короче говоря, женился на Ларисе И обратился в русское православие в 1993 году С этого момента моя работа как композитора во многом вдохновлялась Литургической музыкой русского православия, ее хоровой музыкой и всеми богослужениями, которые проходят в течение года Свою божественную литургию я начал сочинять летом 2016 года Это был заказ дирижера Петра Ермихова и художественного руководителя Российско-Американского музыкального института Патриарха Тихона Алексея Лукьянова Когда я стал сочинять произведение, я начал задаваться вопросом Как мне сочнить такую большую работу и заставить ее звучать непрерывной? Моя первоначальная идея заключалась в том, чтобы сосредоточиться на более крупных частях Таких как Херувимская песнь или Анафора Милость Мира Вместо этого я сосредоточился на более мелких элементах литургии Иктини, Господи помилую, подай Господи и аминь Со временем я увидел, что эти мелочи стали теми нитями, которые создавали ощущение единства в композиции Они продолжают возвращаться, иногда с радостью В других случаях они звучат более печально и покаянно Но всегда с вариациями на один и тот же музыкальный материал В конце концов, моя литургия была записана и добилась большого успеха в Соединенных Штатах Будучи номинированной на премию Грэмми за лучший хоровой альбом в 2020 году Вскоре после этого мы привезли в Россию небольшие части этой литургии на славянском языке Которые прозвучали на концерте в Московской консерватории Одной из солисток была Любовь Шенгина, которая пела на той литургии, а сегодня будет дирижировать целой работой Она вдохновила меня перевести всю литургию на церковнославянский язык и очень плотно работала со мной над переводом текста В конце концов, адаптация была завершена и в начале этого года великолепные певцы ансамбля Кантикум Фестум записали компакт-диск Я надеюсь, что моя литургия будет говорить с вами так же, как говорилось с людьми на Западе, в Америке И если мы все находим красоту в этой традиции хоровой музыки, возможно, это может объединить нас так, как не могут слова Я надеюсь, что эта композиция заговорит с вами в этот вечер и подарит ощущение умиротворения и радости, которые так необходимы сегодня Я хотел бы поблагодарить всех, кто организовал этот концерт и тех, кто его спонсировал И, наконец, я хотел бы поблагодарить вас за то, что вы пришли и поддержали работу этих музыкантов и поощряете традицию создания новой музыки Спасибо и приятного просмотра! Спасибо и приятного просмотра! Я еще раз хочу обратить ваше внимание, дорогие друзья Когда вы будете слушать, обратите внимание на прямую связь музыки Рахманинова и Курта Сандера Ничего, видимо, не бывает случайного Значит, так суждено где-то, где-то наверху Итак, божественную литургию Курта Сандера сегодня исполняет вокально-хоровой ансамбль «Кантикум Фестум» художественный руководитель и дирижер Любовь Шангина Солисты — иерей и канонарх тенор Максим Калинин и диакон-баритон Максим Перадзе Концерт пройдет с исполнением видеоряда созданного известной американской исполнительницей цифрового искусства Сью Слэгл Обращаем внимание, для подробной информации о композиторе и артистах вы можете отсканировать QR-код в ваших программках Звучание этого произведения составит где-то примерно 90 минут, это полтора часа Но у нас, дорогие друзья, мы желаем вам, конечно, приятного вечера Будет к вам две очень важные просьбы Во-первых, пожалуйста, не забудьте отключить звуки ваших мобильных телефонов и любых электронных устройств Столь священное звучание музыки не должно быть ни в коем случае сегодня Тем более под этими сводами нарушено рингтонами и случайными звуками, не имеющими отношения к божеству И еще одна просьба, мы уже говорили, сочинение исполняется без перерыва И поэтому мы убедительно просим вас воздерживаться от аплодисментов в течение всех полутора часов между номерами литургии Ну а потом уже аплодисменты как награда будут в вашей власти Впрочем, с них можно и начать, встречая ансамбль «Кантикум Фестум» Аплодисменты 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 Итак, Курт Сандер, Божественная Литургия, Святого Иоанна Златоуста. Курт Сандер, Божественная Литургия, Святого Иоанна Златоуста. Курт Сандер, Божественная Литургия, Святого Иоанна Златоуста. Курт Сандер, Божественная Литургия, Святого Иоанна Злато. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Благословенную славу, Владычицу нашу Богородицу и Пресну Деву Марию, со всеми святыми поминувши сами себе друг друга, и весь живот наш Престу Богу пригодим. Яков, Влад, и человеку любит в обези, и тебе славу славе Отцу и Сыну и Святому Духу ными пришло и младенький веком. Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал 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 «Симон» Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок 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 Субтитры подогнали Симон. 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 Симон. Субтитры подогнал... Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнал... Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Симон. Субтитры подогнал... Симон. Субтитры подогнал... Субтитры подогнал... Субтитры подогнал... Субтитры подогнал... Симон. Субтитры подогнал... 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо. 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 Дорогие друзья, благодарим вас сердечно за то, что вы сегодня были с нами в нашем богослужении, в нашем творчестве. Спасибо. Это неописуемо словами, когда ты чувствуешь, что зритель не просто с тобой, а все душа его в твоем произведении, и все то, что вложено, оно чувствуется, и оно едино. Спасибо. Огромное спасибо каждому из вас, кто был сегодня с нами. Ваши счастливые лица и ваши горячие сердца, они чувствуются и запомнятся нам надолго. Также хочется поблагодарить всей души всех тех, кто помог организовать премьеру этого удивительного сочинения. В первую очередь президента некоммерческой компании, лирик-классик Юлию Петрачук. Не вижу сейчас ее здесь рядом, она скромно вдалеке. Благодаря этой компании состоялась эта премьера, то, что это неописуемая поддержка в плане организации, в плане осуществления желания композитора поделиться с вами тем, что вложил в него Бог и его талант. Спасибо всем тем, кто вместе с компанией Лирика Классик, всем спонсорам и всей поддержке. От души хочу поблагодарить всех организаторов, всех тех, кто участвовал, дорогого ведущего, с кем мы и в Москве неоднократно сотрудничаем и здесь. Не могу не поблагодарить каждого из солистов, кто сегодня выступал. Это Максим Пирадзе, партия Диакона и Максим Калинин. Не назвала. Александр Водопьянов. Прошу любить и жаловать. Конечно же, невозможно не сказать слова благодарности дорогому композитору Курту Сандеру, который, не имея ни единого русского корня среди своих предшественников, написал удивительно понятную для русского верующего человека музыку. И, конечно, каждый, кто сегодня присутствует из артистов, это подвижники, это люди, которые искренне любят музыку и разговаривают на языке музыки так, как, наверное, стоит говорить каждому из людей, ценящих это прекрасное искусство. Я хочу назвать каждого по именам и поблагодарить. Это Мария Мавенко. Вячеслав Максаков, Илья Салман, Матвей Алтухов, Павел Андреев, Сергей Биров, Алексей Маслов и еще раз дорогие солисты, которые украсили это богослужение. Максим Пирадзе и Максим Калинин, спасибо всем вам. И, конечно же, с наступающим Новым Годом и с Рождеством, я думаю, очень важно, и, наверное, вы согласитесь со мной, что эта музыка прозвучала именно в предрождественские дни. И не важно, 25 декабря или 7 января, Господь един, каждый за себя, а Господь для всех, как сказано. И мы должны быть ближе к Господу. Спасибо. С Новым Годом, с Рождеством и всего наилучшего вам и вашим самым дорогим и близким людям. Спасибо. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова